В канун праздника Дня Победы В канун праздник День 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 Победы Они мне обещали премию дать, когда я это все сделаю Но я приезжаю дома, взял денег и поехал в Баку Приезжаю в Баку, естественно, нашел я станцию Баладжар, нашел контейнер Первая встреча с азербайджанцами у меня случилась таким образом Когда я контейнер нашел, я должен был отправить по адресу Ереван Я не знаю ничего, что творится, пока неведомо мне все это Говорят, куда следует контейнер, я говорю, станция Ереван И смотрю, уже 3-4 здоровенных ребят готовятся меня бить Я взял железо, я говорю, вы сейчас увидите, как умирает армянский эстонец Тогда меня не тронули Увидели, что я не струзил, не армянин еще Не тронули Я от Матража 3 дня не знал, не мог себе найти место, искал Это какой год был? Это был 88-й год Начало событий Начало событий Начало событий Начало событий Еще землетрясения даже не было Я, значит, подходит ко мне старый азербайджанец по плечу Не бойся, сынок, мы тебя не тронем Отправили мой контейнер, я 3 дня по городу гулял Я из Еревана тогда картину написал Арарат Два Арарата, армянская тема Значит, там тогда стоял памятник Степана Шаумяна Я выхожу к памятнику Естественно, так мне приятно у памятника стоять в Баку Поставил картину и стою себе, подходит ко мне женщина старая, говорит Сынок, вы откуда? Я говорю, из Еревана Говорит, вы что, не в курсе, что творится? Я говорю, нет А, говорит, идет резня Убивают всех армян, всех армян убивают В Баку В Баку Я говорю, и она взяла вот мои картины, купила И поставила себе под это и ушла Ну, я думаю, раз приехал, приехал Кто догадается, что я из Еревана? Я рыжий ведь Я зашел в художественный салон Думаю, краски куплю себе Домой повезу, буду работать, рисовать Захожу, а там стоит здоровенный мужик Азербайдиолет Покупает краски для ремонта своего дома Из этого, Зангелана Я его не знаю, естественно Ну, я так по-человечески сказал Я вам помогу Что вам надо? Как специалист я вам помогу Купить Что вы хотите? Подскажу Он узнал, что я Алфредщик Отлично делаю росписи Приедешь, говорит, Зангелан Мой дом сремонтируешь Я тебя заплачу Я говорю, почему бы нет? Поехал Я на все шел с риском С большим Зная Понимая, что это так И поехал я в Зангелан Естественно, сделал эту одну комнату ему Красиво Он мне заплатил 2000 рублей тогда Немалые деньги были И, естественно, емиш там Все это И посадили Восемь сыновей имел Жена была армянка у него Это оказался он директором Винзавода Зангеланского Значит, я Меня посадили в Кафанский поезд И сыновья проводили туда Перед этим они сказали Что здесь уже знают Что из Зангелана есть специалист Хотят убить Ищут тебя Посадили и сказали Устройся так под окном Чтоб тебе ни один камень не попал Тогда ломали все эти окна Поезда Да, я тоже помню эти события И, короче говоря Я сел под окна И летят камни на меня Я ехал, пока доехали до Кафана Захожу, смотрю Уже все обрадовали, что я приехал И с того времени Я начал, как говорится Уже готовился к тому Что я не буду пассивно действовать В судьбе армянского народа Естественно Тогда Восемьдесят восьмом году А девяносто второй год Девяносто второй год Первая война, которую я вступил в войну Это девяносто второй Девяносто четвертые года Когда я пошел на войну Я был пулеметчиком Сафилиана Жиро И наш советский район Отправил роту Отсюда Нас примкнули к Дашнакам Дашнакам Я был пулеметчиком у него Принимал один в бой На моих руках погиб Погиб Юра Матевосян Значит Я спас одного Молодого парня Лет восемнадцати Значит Вывез из поля боя Спас Он живой до сих пор Сулик Звать его Значит У него двое дочек После войны я встретился С ним Естественно Жене сказал Что это наш четвертый сын Потому что я ему спас В нем было три осколка Под сердцем В ребре И под легкими Значит Последнюю сняли недавно Из-под сердца Значит Это первая война Которым я участвовал Мы Мартакерский район Значит Принимали бой Умудлу-Паправент Вот эти Эти районы Мы Отстаивали Значит Со стороны Ленинована На меня Шла Большая Атака Из двух сторон Значит Третий совхоз И Ленинован С Ленинован Уганов Гонял Азербайджанцев На третий совхоз Они вот так Буквально Клином Шли на меня А я Пулеметом Их встречал Впереди Значит 2000 Вас же называли Викингом Да Викингом Меня всегда Везде называют Викингом Я и есть Последний Из викингов Я единственный Эстонец Мужик в Армении Нету такого Больше Здесь Есть женщины В общине Есть Ну Чистокровных Нет Я из рода Художников Архитекторов Мой отец Известный Эстонский Художник Карл Бурман В Таллине О нем О моем Деде И Дяде Знают Потому что Они Архитекторы Были Города Таллина Строили Я горжусь тем Что я Эстонец Мне Когда Говорят Ты Лучший Из армян Я говорю Нет Я Эстонец Пусть Каждый Армянин Я говорю В камеру Каждый Армянин Знаю Что он Армянин Будет Достоин Своего Народа Есть Такие Уроды Которые Придают Сегодня Продают Друзей На войне Очень много Было Фактов Которые За 400 Доллара За Несколько Грошов Продавали Друзей Наши места Давали Врагам Я говорю Это В лицо Пусть Знает Весь мир Даже Мои Враги Пусть Азербайджанцы Знают Что я Единственный Викинг Который Против Против Них Воюет Моя Эстония Не Воюет Против Вас Но Я Воюю Потому Что я Крестоносец Я Армянин Я Эстонец Армянин Мои Дети Должны Знать О том Что Отец Никогда Не Был Трусом Никогда Не Боялся Никого И Ничего Знаете Мы Не Вы Не Победили Алиев Который Радуется Сегодняшнему Сегодняшней Победе Своей Это Не Победа Это Он Купил Эту Победу Он Как Извиняюсь Дешевая Проститутка Которая Радуется Мгновенному Успеху Когда Идет Атака Селенина Ивана На Меня Я Один Оказался Перед Азербайджанцами Один Всю Роту Сзади Меня Всех Назад Потянули Я Остался Один Пулеметная Точка Моя И Второго Номера Я Отправил Я Уже Смотрю Что Разворот Моего Оружия Не хватает Мне на земле Я встал На ноги И пулемет Естественно Отдача У него Большая Он Меня Спасал Он Меня Откидывал Когда Я стрелял Он Меня Откидывал Особенно Автоматическим Образом Когда Не одиночным А автоматическим Потому Я Отбивал Атаку И Рядом Взрывались И мины И Осколочные Все Но Ничего В меня Не попало Я Остался Жив Вот Это Я счастливый Случай Когда Меня Бог Сохранил Я Говорю Тогда Нас Вот Единственная Награда Которая С тех времен Мне Осталась Вот Это За Участие 92 Четвертого Года А Вот Я имею Ввиду Именно С Азербайджанскими Мирными Жителями Когда Небудь Сталкивалось Нет Потому Что Они Убегали Оставляли Села Клятву Если Я Еще Раз Когда Нибудь Буду Участвовать В Войне Если Еще Раз И Если Не Дай Бог Мне Попадутся Женщины Дети Я Дал Клятву Я Их Не Трону Я Знаю Что Сегодня У них Дети Воспитываются Таким Образом Что У каждого Есть Оружие Они Могут Сказать Пожалеете Нас И Прочее Повернется Сзади Могут Тебя Стрельнуть В Быть Что Я Могу Упасть Нечайно Умереть Или Остановится Сердце Но Умереть В Спину Я Никогда Не Хочу Я Никогда Спину Не Показывал Нашим Врагам И Скажу Такое С теми С кем Я Воевал Тогда Ребята Были Очень Хорошие Надежные Я Не Видел Такого Случа Что Говорили Убегали Боялись Ребята Умирали С улыбкой На лице Плевая А вам Не Кажется Что Это Было Вот Такое Вот Мы Можем Конечно Много И Плохого Вспомнить Да О Советском Союзе И Хорошее Можем Вспомнить Но Чего Не Отнять У Советов Ну В смысле У СССР У Той Идеологии Это Было Такое Правильное Патриотическое Воспитание И Может Быть Вот Это Правильное Патриотическое Воспитание И Дало Таких Солдат Которые Одержали Тогда Победу В 90 Годах Вам Так Не Кажется Ну Естественно Я Человек Закаленный Тогда Коммунистическим Этим Огнем Я Интернационалист Я Может Быть Единственный Эстонец Который Любит Русского Народа Вы Меня Тоже Мои Друзья Уважают Я Им Открыто Говорю Я Русского Большого Медведя Брата Люблю Во Мне Нет Ненависти Никакой Нации Я Никогда Не Издевался Над Чужим Этим Народом Никогда Я Никого Не Унижал Я Никого Не Оскорблял Вы Просто Солдат Я Просто Солдат Который Воюет За Землю На Котором Живет Я воюю за Свою жену За Всех Детей За Молодых Ребят За Матерей Феликс Карлович Ну Смотрите В шестнадцатом Году Вы уже Достаточно Более Зрелый Такой Мужик Это Уже Не Сорок Лет Это Уже Не Девяносто 62 Года 62 Года Вам Со Страны Наблюдать Или Давать Какие То Советы Распоряжения Ну Да Теперь Послушайте В шестнадцатом Году Когда Вот Вся Армения Буквально За Несколько Дней Буквально Поднялась На Ноги Весь Этот Все Добровольно Никого Не заставляли С улиц Не ловили Никого Не Брали Было Такое Рвение Отстоять Вот Это Было Дело Чести Пойти На Войну И Сегодня То же Самое Но Сегодня Я Сейчас В конце Скажу Сегодня Что Меня Разочаровало А Вот Тогда В шестнадцатом Году Я С орвением Пошел На Войну Четыре Дня Я Тридцать Дней Был Там Говорят Четыре Дня Длилась Война Но Война Продолжалась Больше Чем Эти Четыре Дня Официально Четыре Дня Записано А я Тридцать Дней Там Был Я Свою Шестьдесят Два Года Отмечал В Гадру В Это В Гадру Ару Таснут Сто Восемнадцатый Пост У меня Был Я Значит У меня Маленькая Камера Была Я Всех Ребят Снимал Для Себя У Меня Вот Есть Эти Флешки Которые Я Держу Для Истории Для Себя Я Тоже Маленький Такой Оператор Был Тогда Но Снимал Для Для Души Хотя Это Нельзя Было Но Я Снимал Там Ребят Я Позиции Не Говорил Что Это Такая Позиция То Я Ребят Снимал Мероприятие Снимал И Вот Скажу Такое В Мое День Рождения Значит Оказалось Что У Одного Парнишки Там Тоже День Рождения В этот День Я Старик Ему Подарил Свой Плашет Помнишь У меня Был Плашет Тогда Первые Плашеты Дорогие Вещи Считались Я Подарил Своё День Рождения Ему Это Мне Было Очень Приятное А я По-боевому Это Провёл Я Тогда Своё День Рождения Отомстил За Солуяна Керама Которого Голову Отрубили Это Езит Да Я Значит Днём Раньше Значит Снял На позициях Корректировщика Вражеского Значит Пришёл Снял Второй Смог его Потащить Убежал На следующий День Была Атака На Наши Позиции Значит Но Я Прихожу Докладываю Командиру Части Полковнику Там Говорю Вот Я Снял Корректировщика А он Пойдёт Есть Идиоты Среди них Извиняюсь Не все же Командиры Были Башковитами Принеси Мне справку Что ты Убил Азербайджанца Я В момент Не понял Что он Сказал А потом Дошло До меня Как Дайстонца Вот Как Дайстонца Да Ну У нас Медленно Чувство Юмора Тоже Да Лифт Поднимается У нас Медленно У эстонцев Да Но Скажем Так Значит Я Так Говорю Вы что Говорю Какую Справку У кого Взять У Азербайджанца Что я Его Плюнул Ушел Так Я Там Отслужил Своей Вот эти Достойно Честное Слово Ребята Меня Везде Я никогда Говорю Друзей Не предаю Особенно Я это Чувствую Дружбу На позициях Там Я Сегодня Тоже Состою Мстители Называется Отряд Мстителей Ветераны Спецназа А вот В последней Войне Вот вы были Чем Отличалась Эта война 20 Года От той Войны 90 Годов Это Была Не война Это Мясорубка Была Нынешняя Последняя Это Последняя Была Действительно Мясорубка Людей Бросали Молодых Ребят Бросили Без Подготовки В зубы Озреленому Волку На Армению Напало 4-5 Государств Наемников Армения Один Один Дрался Тогда России Рядом Не было А вот В Азербайджане Говорят Что в 90-х Россия Помогала Армения Армения Один Один Воевал Против Пяти Государств Азербайджана Турции Афганстана Ирак И Эти Сирийские Сирийские Беженцы И вот Скажу Эти Наркоманы Наркоманы Туркоманы Они Кричали Аллах Акбар Эти Твари Я Скажу Так Моё оружие Ни минуты Не останавливалось Тогда И Слава Богу Что Не Но Прикончили Хоть одну Из этих Тварей На последней Войне Тот Пулеметчик Который Скажет Что Сколько Он Уничтожил Он Врет Пулеметчик Не может Считать Своих Убитых Я Стреляю Он Там Падает Кто Там От Моей Пули Или От Пули Моего Друга Он Падает Мой Пулемет Он Косит Я Не могу Считать Вот Один Как Вот Фильме Есть Альмянский Фильм Коров Это Мой Это Мой Это Мой И Ставит Камни Так И Бывает В каком районе Были В этот Раз На Этот Раз Мы Были Балудя Называется Балудя Это Мартакердский Район Гадрут Гадрут Район Разведка Разведка Значит Я Взял Одного Молодого Парня Себе Под Крыло Сказал Вот Эдгар Джан Его Я Эдгар Джан Держись Меня Вернешься К матери Держись Меня Только Будь Рядом Что Скажу Делай Тебе Не В Позор Будет Я Тебе Плохого Не Пожелаю Я Участвовал И Мы Посты Держали В Кафане Вот Там Где Мы Посты Держали Действительно Были Три Урода Три Командиров Один Саркиз Второй Думайте Что Сегодня Еще Все Кончилось Нет Азербайджан Зубы Скрипет Думает Как бы Урвать Еще Армянские Земли Здесь Но Ни Хрена У него Не Выйдет Потому Что Сегодня Я То Что Вижу Народ Встал На Ноги Это Я Я Сегодня Уже Участвую Значит Есть у меня Молодой Такой Многообещающий Парень Карен Араян Армия Света Называется Его Я Первого числа С ним Буду выходить На улицу Будем Отстаивать Армянские Права Недавно Вот На 68 Годовщину Мне Подарили Меч Времен 812 Года Вон он Стоит Смотри Сзади Покажи 812 Года 1812 Года Времен Наполеона Ну Каждый Викинг Должен И я Скажу Так Его Мне Подарил Значит Полковник Армянской Армии Это Полковник Гриша Гриша Саркисьян Гриша Саркисьян Значит Полковник Спецназа Ветеранов Значит Он мне Подарил Вот этот Меч У себя В штабе И сказал Что Феликс Я тебе Дарю Вот этот Меч Как Достойному Борцу За Армянского Народа Я Это Принял С честью Вот этот Поцеловал Меч И дал Клятву Что Он Будет Стоять До Последнего Вздоха Здесь В доме Это Не Только Моя Награда Это Награда Артур И Твой И Ваш Это Награда Всех Вас Всех Моих Боевых Друзей Я Тебя Считаю Тоже Своим Боевым Другом Почему Я Тебя Знаю Второй Интервью Я Тебе Даю Уже Второе И Скажу Одно Антитопор Который Ты Ведешь Вот Эту Программу Действительно Очень Важный Феликс Карлович Вам Сейчас Сколько Лет Шестьдесят Восемь Шестьдесят Восемь Вот Я Вижу На Вашей Груди Там Есть Помимо Флага Арцаха Флаг Эстонии Вы Бывали На Исторической Родине И Как Давно Я В том Году Полупеша Полуавтостопами Добрался Через Эстонию Вся Европа Под Ногами Меня Была Начиная С Германии Там Швеции Норвегии Прочее Я Два Раза Был В поездках Ну Каждый Раз У вас Есть Эстонский Паспорт Есть У меня Недавно Мне дали На Десять Лет Новый Эстонский Паспорт Это Вы Здесь Посольстве Эстонии В Армении Я Сижу Здесь И Мне Приносят Дают И Это Великая Честь Что Эстонский Даже Президент Наш Знает Меня Посол Знает Меня Прекрасно Давайте Тогда На Армянском Обратимся Я Хотел Чтобы Вы Как Эстонец Прежде Всего Обратились На Армянском Языке К Армянам Всего Мира Потому Что На Русском Нас Понимают Определенное Число Армян Которые Наверное Жили Живут В постсоветском Пространстве На Армянском Все Таки Большое Число Армян Вас Услышат Вот Что Вы Им Хотели Сказать Вот Как Гражданин Армении И Как Эстонец Услышат 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 И то есть, что между ней и раме искать, мы решили в социальных сетях, Я, я не говорю. Я вторник שלי пришелelas, кто не знает, которые меня нет лечит. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok